Посвящение земле Ненецкой. Под таким названием открылась персональная выставка Ады Рыбачук. Ненецкий краеведческий музей приурочил ее к 85-летию художницы. Она посвятила Ненецкому округу и жителям сурового края почти 7 лет творческой жизни. Очень хочется иметь французские духи. А кроме этого у тебя все есть? А кроме этого у меня все есть, все есть. Хозяйство у меня тоже все есть. Ларчи – одна из любимых героинь творчества Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко. С первого приезда на Колгуев супружеская пара художников полюбила суровый остров. Его жителям и природе были посвящены рассказы, фильмы, скульптуры и картины. Они рисовали не так, как сейчас рисуют художники, а рисовали с натуры. И вместе с людьми жили, вместе с ними кочевали. И поэтому их работы, мы видим, что они наполнены жизнью. А не то, чтобы они просто взяли и по шаблону нарисовали. А мы видим их настроение, мы видим характер каждого героя, мы видим образность во всех их работах. На выставке «Посвящение земле Ненецкой» представлено творчество «Только Ады Рыбачук». В этом году художнице исполнилось бы 85. Многогранность таланта хрупкой женщины нашла отражение в сотнях работ. Эти представлены зрителю впервые. Тут и графика, удачная охота, островитянка, морожковые холмы, портреты, живопись. Также впервые были представлены иллюстрации к сказкам народов Севера. Иллюстрации, как и другие 250 картин, были переданы в дар Краеведческому музею. Богатую коллекцию художников дополняют литературные издания. В общей сложности, если все это собрать, они были здесь у нас 7 лет. И Ада Федоровна Рыбачук, она берется за перо и выкладывает все это в рассказы. И дальше выходит у нее несколько книг. В 1967-м две книги, это «Остров колгуев и запахи земли». И в 70-м году рисуют дети острова колгуев. Уже после смерти Ады Рыбачук книга с детскими рисунками была переиздана. Сто экземпляров уникального издания Владимир Миличенко передал Краеведческому музею. Красочную книгу получили и авторы рисунков. Маленькие островитяне из далеких 60-х.